Второй, кто стучал, первый полицейский, дала отпор, и сразу, знаете, дьявол побежит. Противостойте дьяволу, и он побежит. Даже если я была всеми окружена дьяволом и всеми вот этими дьявольскими духами, противостаньте дьяволу, Библия говорит, не я говорю. Первому противостояла, сбежал на полном серьёзе, чтобы когда-то... Чтобы когда-то его, моё, чьё-то было слово последнее, никогда такого не было. У меня получилось последнее моё было слово, без всяких оскорблений. Потом, если будет время, поставлю я перевод. Довольно интересная переписка получилась, потому что переписка идёт духами. Не духами, а духами именно. Вот духи, которые говорят из нас. Второй человек, который стучался, это Павлов Юрий Андреевич, который опять стал стучаться, значит, восьмого, я имею в виду, писать. Ну, это то же самое, что стучаться. Вот, и стучался. На восьмое декабря Дженнифер поздравлять, видите ли, начал. А у нас уже было. Он поздравлял Даниила, а у нас было. Я сказала, мне не нужны твои поздравления. Я тебя впустила в свой дом. Я тебя открыла в свой дом. Я тебе открыла в свою душу. Ты наплевал, ты у меня всё обворовал, деньги, всё. И вот ещё оболгал, ещё сказал, что я его, значит, переманила в Одессу. Вы только послушайте, что он прекрасно жил. А всё это брехня, это всё ложь. И никакой он не божий человек. И всё это там ложь. Потому что он жил на Голубятни, уезжал в Россию. Подавал там на гражданство. Не было у него никакой прописки. Потом он вообще потерял всё. И я ему всё помогала. Я его прописала к себе в дом. Дала денег. Говорила, ничего тебе даже думать не надо. Просто слушайся. В том плане я тебе буду говорить, у кого какие материалы покупать. И всё. Он вообще не слушал. Он украл у меня 4 тысячи долларов. И это было 5 лет назад. И всё дело по-своему. Не божий человек. Не божий человек. Ему нужно покаяние. Ему нужно. А он вор. Обычный. Знаете, вот вор. И не просто обычный. Он своровал у моего сына, которого сам назвал уродом. И не покаяться будет с демонами. Будет с демонами, я говорю, на полном серьёзе. Иисус Христос ему не откроет. Ему даже не подпустит. Теперь третье. У меня, значит, мать. Теперь третье вот это привидение. Своей матери я не давала никаких ключей. Артур не давал никаких ключей. Квартира принадлежит американским гражданам. Я американка. Артур американец. Карпенко Валентина Григорьевна. Это, значит, по... Это вообще не девичья фамилия, а по второму мужу. И какое отношение... Она никакого отношения не имеет ни к этой квартире. В общем. Она гдела, сделала где-то обманом ключи. Она... Живи сейчас в квартире. В моей квартире. Во-первых, там куча долгов, показываю и так далее. Она же два года жила, ничего не платила. Ни газ, ничего. Всё это легло на меня. Значит, мне нужно оторвать у моих детей. И два года я у неё заблокирована. Потому что я сказала, я тебе больше по 200 долларов платить не буду. Вообще. И выметайся из моей квартиры. Вот. Я больше тебе не помогаю. Ты никакой не божий человек. Ты сумасшедшая какая-то старуха вообще непонятная. И злая, которая никогда меня не любила. Только использовала. Которую я боялась. Которая всё время на меня пугала детским домом. Какие только мне гадости не говорила. Я и Гитлер. Я и всё. Поэтому, если что-то кому-то не нравится во мне, опять я ещё раз повторю. Это к моей маме и папе. Которые блудили, гуляли, бухали всю жизнь. Всю жизнь пропивали всё своё. Пробухивали. Которые остались без скала, без двора. Сейчас всю жизнь мечтали жить в России. Всю жизнь мечтали жить в России. Сейчас Россия их бомбит. Они, значит, один живёт в моём доме. В которой, значит, печка там есть, там и была. А деньги он все своровал, которые были на ремонт. Вот. А теперь у меня мать, видите ли, ей захотелось пользоваться моим АГВ, моим газом, моим всем. Значит, когда я голодала, а она пятой точкой крутила в Сибири, в России. В России, которая сейчас бомбит. Значит, моя мать, я уже стала, ей было 56 лет. Когда она приехала, бросила своего сына, Карпенко Сергея, который мне, почему я говорю, он мне не брат, а потому что он залепил, вот так вот назвал моего сына, Мартеля Артура Павлова, вот так вот кулаком залепил в лицо и назвал его Иудой. Он мне не брат, он мне не брат, он мне не брат. Я молюсь о спасении его души. Мне никто не сказал о его смерти, о том, что он ушёл, перешёл, а я не знаю, куда он. Он к Иисусу пошёл или он у демонов, а я не знаю. Потому что у Серёжи психически больной был, психически больной. Дедушка мой, Кондрашов Григорий Лукьянович, психически больной. Официально по бумагам, бабушка моя, покойная, царство небесное, дедушка покойный, царство небесное, я им говорю всем, царство небесное, они вели себя всегда как бесы, видели бесов. И у бабушки психопатия. Я не психиатр, я бы назвала, конечно, свою мать психопаткой, но я не доктор, у меня нет подтверждающих документов. А вот эта вот женщина сейчас обманом влезла у меня в квартиру, пользуется моими всеми приборами, там у меня документы, мои вещи, всё, опять 25 пошло. И знаете что? Сосед, который крестил мою дочку, которой я оказала, значит, честь пригласила его крестить свою дочку, он ей включил котёл мой. Понимаете? Он себя великим газовщиком возомнил, и я написала вчера, он меня матом послал. Вот. И я говорю, Иисус Христос не матерился. Иисус Христос, он меня назвал злой, что из меня злоба, значит, это вот вылазит, что они там все друг другу помогают. Я говорю, погоди, а ты кому помогаешь? Ты вообще кому помогаешь? Она мечтала о России всю жизнь. Когда мне 7 лет было, она где, в какой стране она жила 6 лет? Простите, 6 месяцев, когда мне было 7 лет, а я сама была сумасшедшими бабушками и дедушками, царствием небесной их души. Где она была? В России она была. А где у неё дом, простите, в России? А какой дом она продала? Высатого продала? А что она припёрлась ко мне на Осипова? Именно припёрлась. Обманом? Бес? Она не стучала. Она не стучала ни к Артуру. Вот смотрите, что нужно Господу, почему я всё это говорю здесь? А Господу нужно наше покаяние и смирение. А нету там никакого смирения. Там у неё наглость, там, знаете, вот, гордость, вот такая вот, до небес. А я с бесами не дружу. И я с бесами, мне бесовский мир не нужен. Они мне что-то желают какой-то там мир. Я говорю, слушайте, а мне ваш мир не нужен. Я к вам не пришла за советом. Ты какое право имел включать моё отопление? Я тогда голодала, когда она сказала, а зачем мне ты и Серёжа, и Артур? У меня тогда горело отопление старое. Старое горело пламенем. Не то, что оно работало, оно горело на полном серьёзе. Потому что мне никто тогда при живых... Отец зарабатывал тысячу долларов. Карпенко, отчим Карпенко, значит, то же самое, кучу денег зарабатывал. У матери куча денег была, потому что она взяла, она умотала в Сибири. И она сказала, а зачем мне ты или Артур, или Серёжа? Я поеду в Сибирь, в Россию. Меня там тороп. Это чёрный. Вот это вот мой господь. А у неё свой господь, тороп. Сатанист российский. Которому она молится уже больше 20 лет. И ради которого она нас бросила. Психически больного Серёжу бросила на меня. Артуру было 13 лет. И умотала, мне ничего не помогло. Я говорю, мамочка, пожалуйста, не уезжай. Она поехала туда на дискотеку. Она говорит, ты мне не нужна, ни ты, ни Серёжа, ни Артур. Я поеду туда и ищу себе на рожаю. Ну так рожайте. Рожайте. Рожайте без проблем. А знаете что, как люди поступают у человека? Не нотации читают, а стучат. Стучат. А я заблокирована у своей матери. Я официально повторяю. У меня кум. Я же не могу его, знаете, сказать бывший кум. Нет. Он кум, но он бывший друг. У меня был последний друг. У меня теперь больше друзей нет. Я имею в виду детей. Ну как дети. Дети. Я за них рада. Я за них душу буду ложить. За детей своих. Они мне больше, чем друзья. У меня Господь вот. Вот Господь Иисус Христос мой друг. И его мамочка, у меня есть мамочка, Пресвятая Богородица, которая мне помогла, берегла. И отопление то старое. Когда я уходила, ну мать уехала, и я шла один раз на работу, оно просто загорелось. А у меня денег вообще не было на новое отопление. Я знала, что там пропускают. И я голодала. Я одолжила эти деньги. Я голодала. И вот этот же Володя вставил вот то вот отопление, которое сейчас он включил моей матери, которое вообще никто. И вообще, кто помогает Украине сейчас? Какая страна? Американская. Квартира чья? Американская. А вы знаете, вот на следующий год как раз будет ровно 30 лет, как меня оболгал и этот вот брачный аферист Мажуга. Не 30, простите, 20. Всего лишь 20 лет, а я еще выжила. Американцем сейчас я американка. Артур американец. Без согласия американских хозяев квартиры туда влезла вообще непонятная женщина, которая всю жизнь мечтала о своей России, у которой дом в России, и которая никакого отношения к тем приборам не имеет. И вообще, великий газовщик-сосед у меня взял и пошел ей включил. Он что, официально работает где-то в газовой этой вот службе? Вы знаете, какой стороной повернетесь, то и получите. Иисус Христос? Иисус Христос. Я вам не Матерь Божья. Он мне там стал заливать про Мать Терезу, а при чем тут я католическим этим вот, и Мать Тереза. Вы знаете, то, что она делала, ну это ее путь, и никого нет. Я бы на ее месте взяла бы и наняла этих вот. В общем, у нее было огромное количество денег, но она не нанимала профессиональных этих вот хирургов и врачей. Она ходила, вы знаете, там что-то там рассказывала. Ну, я не Господь, чтобы ее судить. А я не знаю, где она, там Мать Тереза. И вообще, она никакого отношения к православной религии не имеет. У меня нету, она для меня не святая. Она для меня не святая. Я бы, знаете, пошла по пути к доктору, я бы к ней не пошла. Я бы пошла к обычному доктору, а к ней нет. Я бы пошла и приняла причастие. А кто она такая, чтобы она что, причастие раздавала? Какое, какая, кто ей дал вообще вот это право? Посмотрите, я хожу, если на причастие, вот у меня сейчас Даниил, весь этот вот в крови, он сейчас вот спрашивает, вот у него хлещет все. Я говорю, подожди, родной, любимый. А ты помнишь, ты три месяца назад, когда ты принял причастие, и ты сказал, что ты больше туда не пойдешь? А я говорю, смотри, что ты говоришь. Ты смотри, потому что, когда ты принимаешь вовнутрь причастие, это холл и комьюнион, ты принимаешь Иисуса Христа, Его тело, ломимое за тебя, и Его кровь. А у меня Даниил никогда не кровил. Он уже третий день захлебывается кровью. Думайте, и Господу нужно наше покаянное сердце, а не наглое. А наглых я содержать не собираюсь. И людей-демонов я содержать не собираюсь.